Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на нашу секцию про контекстную рекламу. У нас с вами сегодня три доклада. Сначала буду я, расскажу про то, какие ошибки чаще всего допускают как рекламодатели, так и специалисты, когда работают с различными рекламными инструментами. Затем у нас будет доклад про особенности работы с ремаркетингом и какие ошибки там часто допускаются. И в заключении у нас будет кейс о региональные продвижения производителя, если я не ошибаюсь. Стройка какая-то там была. Кровля, да? Я почти угадал. В общем, будет интересный кейс. Ну что, пока еще народ собирается, давайте для разминки потренируемся, как-то придем в себя после обеда. Кто работает либо в агентстве, либо как фрилансер, который занимается рекламой? Ого, наверное, даже больше половины. А кто на стороне рекламодателя? То есть на стороне кого-то бизнеса, который либо самостоятельно рекламу размещает, либо через агентство с помощью фрилансера какого-то? Ага, сильно меньше. Ну, собственно, постараемся это учитывать. Так, наверное, давайте начинать. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Константин Ичуков. И у меня теперь должность, как коллеги подметили, немножко по-другому звучит. Меня теперь называют эксперт по работе с платным трафиком. И почему это произошло? Не только потому, что примерно год назад Елама подключила себе Facebook Ads. Я стал еще и про Facebook рассказывать, и стало немножко странно называть себя специалистом по контекстной рекламе, если ты ведешь вебинары по Facebook Ads, которые не то что не контекстная реклама, а которые и таргетированная реклама. Это сложно назвать, скорее программатика. Проблема скорее в том, что вообще сами термины контекстная реклама, таргетированная реклама сильно устарели. Но вот опять же к вам вопрос. Что такое контекстная реклама? Какое определение можно дать этому термину? Прямо можно с места кричать. В контексте запроса. Так это поисковая реклама. А контекстная реклама тогда что такое? Любой платный трафик. Facebook Ads это тоже контекстная реклама. Смысловой. А если я в Яндекс.Директе запускаю рекламу по гиперлокальному геотаргетингу из Яндекса аудитории, это получается не контекстная реклама, и значит Яндекс.Директ не контекстная реклама. Или в Яндекс.Директе есть как контекстная реклама, так и не контекстная. Короче говоря, вот об этом и поговорим, как вы уже поняли. Но для начала, на всякий случай, если кто-то не в курсе, что такое Елама… Что опять? Все же специально все проверили, все работало. Надеюсь, проблем больше не будет возникать. Итак, на всякий случай, просто если вы не в курсе, кто такой, чем мы занимаемся, Елама – это платформа, которая как раз упрощает работу с интернет-рекламой. Причем не только с контекстной. Через Елама можно запускать, анализировать, оптимизировать и оплачивать рекламные кампании в Яндекс.Директе, в Google Ads, в Facebook Ads, ВКонтакте, в MyTarget и там еще за некоторые сервисы тоже можно платить через Елама. И, собственно, первая ошибка, которую чаще всего и допускают как рекламодатели, так и специалисты, потому что они рассуждают каким-то таким образом, что есть какая-то контекстная реклама, там, короче, надо собрать семантическое ядро, написать элевантное объявление и управлять ставками в зависимости от эффективности ключевых фраз. И на первый взгляд оно вроде бы плюс-минус так и есть, кажется, да? То есть что не так? Проблема в том, что вообще все не так, потому что нет нафиг никакой контекстной рекламы. То есть термин сериальный сжил, потому что, ну, есть поисковая реклама, и там все плюс-минус так. Только мало написать релевантное объявление. И аналитика нужна не только для того, чтобы управлять ставками. Собственно, как на самом деле? На самом деле принципиальная разница между Яндекс.Директом и, например, что-то максимально диаметрально противоположное – Facebook Ads. Но нету вообще никакой. Это все платный трафик просто. То есть как работает вообще любая интернет-реклама и что я называю платным трафиком? То есть мы таргетируемся на нужную нам аудиторию с помощью каких-то инструментов рекламных систем. Причем эти инструменты даже в рамках одной рекламной системы могут быть очень разные. То есть я могу в том же Яндекс.Директе использовать таргетинг на поисковые запросы в поиске. Я могу использовать таргетинг по ключевым словам в РСЯ, но если вы думаете, что это таргетинг по поисковым запросам, то нет. Когда вы запускаете рекламу в РСЯ по ключевым фразам, по сути на каждую ключевую фразу собирается аудитория. Это скорее интерес, просто он краткосрочный. То есть в РСЯ нельзя старгетироваться на конкретный поисковый запрос. То есть в РСЯ нельзя старгетироваться на человека, который вводил определенный конкретный поисковый запрос. Она там так не работает. Поэтому даже в рамках одного рекламного инструмента, казалось бы, довольно старые и давно существующие подходы поисковой рекламы РСЯ, они разные на самом деле. Дальше. Мы должны этим людям сделать предложение, которое их заинтересует. В этом суть рекламы. Контекстная реклама, она, конечно, контекстная, но это вообще-то реклама в первую очередь. Дальше мы должны привлечь людей чаще всего к нам на сайт. На сайте мы их конвертируем в первичное обращение, то есть в леда. Они могут у нас заказать что-то, могут даже не заказать, а могут просто, например, оставить свои контакты в обмен на получение какого-то полезного, интересного для них контента, так называемого лид-магниты. То есть на самом деле обращение может быть очень разное с сайта, не обязательно продажа. Затем эти обращения должны обязательно обрабатываться как-то, но иначе какой смысл? То есть если отдел продаж не будет эти заявки обрабатывать, ну, собственно, смысла в рекламе нет. Реклама сама по себе никому нафиг не нужна. Никто не заказывает рекламу, никто не настаивает рекламу, чтобы настроить рекламу. Ее настраивают ради того, чтобы денег заработать. Соответственно, если отдел продаж заявки обрабатывать не будет, денег никто не заработает. Такая реклама никому не нужна. Ну и затем, собственно, мы должны продолжать работать с клиентом, делать допродажи, потому что на самом деле продать тому, кому мы продали уже один раз, гораздо проще, чем привлекать новых клиентов. И даже если бизнес говорит, что вот вы рекламщики, это не ваша проблема, вот есть там отдел продаж, они вот пусть всякими допродажами занимаются. На практике же на самом деле это работа системно мало где построена. И на самом деле маркетологи могут в этом тоже помогать. Потому что если задачу маркетологу ставить увеличение прибыли компании, то на самом деле первое, что он должен сделать, это пойти в CRM-систему и подумать, как дополнительную прибыль выжить уже из тех, кто в этой CRM-системе уже есть, а не как где искать новых. Ну и собственно из-за того, что мало вообще кто так же считает, как я, на самом деле, возникают вот такие типичные диалоги между маркетингом и продажами. Продажи маркетингу говорят, нет обращений, вы в маркетинг плохо работаете. На что маркетинг отвечает, как мы плохо работаем, мы с сайта привлезли 200 заявок, это вы плохо, видимо, работаете, раз у вас нет продаж, а мы вам 200 заявок привели. Продажи говорят, это не целевые заявки, поэтому это вы все-таки плохо работаете, а не мы. Маркетинг говорит, так у вас 45 пропущенных звонков, судя по IP-телефонии или по полтрекингу, и вообще всего 15 записей в CRM. То есть где остальные заявки, которые с сайта пришли, почему их нет в CRM-системе, это, видимо, вы плохо работаете. Продажи говорят, так у нас было 185 нецелевых обращений, мы их не стали в CRM-систему заводить. Ну, а мы послушали записи звонков, отвечает маркетинг, и вы сливаете лиды. Но этот диалог в таком виде может состояться только в том случае, если аналитика вся нормально настроена. Во-первых, заявки должны автоматически падать в CRM-систему, не отдел продаж заводит, какие или хочет, какие не хочет. Они все должны автоматически фиксироваться в CRM-системе. Во-вторых, должна запись звонков быть, потому что, например, у нас был рекламодатель, у нас в Геламе есть внутреннее агентство, которое работает с некоторыми рекламодателями. И вот мы рекламировали один жилой комплекс в Санкт-Петербурге. И первое мы там, что сделали, поскольку нам задача ставилась, это привлекать заявки на квартиры, собственно. Мы первое, что попросили, это внедрить колл-трекинг. Мы им установили колл-тач. И они, когда начали слушать звонки, выяснилось, что треть всех звонков сливается. То есть либо не берут трубку, либо берут трубку и отвечают так, что лучше бы не брали. Ну то есть обычно после того, как внедряется контроль звонков и прослушка звонков, увольняют либо весь отдел продаж, либо руководители отдела продаж, если до этого это не делалось. Потому что, на самом деле, чаще всего, когда говорят, что ваша реклама не работает, подразумевают, что ваша реклама не приносит денег. А причина, по которой реклама не приносит денег, очень часто вообще ни разу не в рекламе. Ну да ладно, это вечная проблема. Поэтому давайте ближе к практике. Собственно, как делать правильно и какую ошибку допускают? Ну, собственно, думать, что аналитика нужна для того, чтобы вообще какая-то там метрика Google Analytics, они нужны, чтобы ставками управлять. На самом деле, внедрение аналитики нужно для того, чтобы передавать данные в рекламную систему о том, какой трафик хороший, а какой плохой. Соответственно, мы должны для каждой рекламной системы установить соответствующий ей счетчик и настроить там отслеживание конверсии в обращение с сайта. То есть если мы рекламируемся в Яндекс.Директе, нам нужна Яндекс.Метрика. Если мы рекламируемся во Вконтакте, нам нужен пиксель в Вконтакте. Всем понятно, почему для рекламы во Вконтакте нам метрика ничем не поможет, потому что Яндекс.Мейл.Ру данные не отдаст, они конкуренты. Соответственно, данные во Вконтакте можно передать только через их пиксель, а из метрики ты данные туда никак не отправишь. Дальше. Обязательно нужно настраивать ремаркетинг, и про это у нас сегодня будет отдельный доклад. И нужно обязательно создавать списки тех, кто уже сконвертировался для того, чтобы выключать на них рекламу. Также можно, например, если есть техническая возможность, у нас, например… Кому, кстати, надоела реклама Елама в интернете? Кто меня или моих коллег видит слишком часто? Немного. Ну, значит, надо усилить, увеличить бюджеты на Воронеж. А, еще не надоел просто. Но много. Ну, в общем, если кому-то надоест вдруг, то все очень просто. Нужно стать платящим клиентом Елама, и тогда, когда вы зайдете в личный кабинет, там по ивенту отправятся события в рекламную систему, вы попадете в список, который называется «оплотящие клиенты», и на вас реклама должна выключаться. Также можно списки тех, кто уже сконвертировался, использовать для того, чтобы они потом создавать look-alike. То есть аудитории, которые по своему поведению в интернете похожи на тех, кто у вас уже конвертируется. Вот для чего нужна аналитика. Ну и, собственно, не забываем, что каналы обращения с сайта, их много на самом деле. То есть есть формы, с которыми большинство специалистов умеет работать. Ну, то есть если на сайте оставили какую-то заявку через форму обратной связи, это, как правило, чаще всего отслеживают почти все. Дальше начинаются проблемы. Телефон почему-то до сих пор многие не научились отслеживать, хотя технологии динамического холл-трекинга мне уже страшно подумать, сколько лет. Купите уже Calltouch, Calibri, Comagic, вот кого-то из них. Это действительно стоит этих денег. Потому что без этого вы нормально не сможете отслеживать обращения по телефону. Можно, конечно, использовать скрытие номера, но это не очень точно. И, опять же, не все к этому готовы. То есть это когда, ну, видели же на Авито каком-нибудь, когда для того, чтобы увидеть номер телефона, нужно нажать на кнопку «Показать номер телефона». Зачем они это делают? Они это делают именно для анализа. Они хотят понимать, какие объявления людей заинтересовали, какие объявления их не заинтересовали. Соответственно, раз человек нажал на кнопку «Показать номер телефона», ну, наверное, он хотел позвонить. То есть, в принципе, то же самое можно использовать и на обычном коммерческом сайте. просто зачем, если можно просто купить колл-трекинг. Затем могут быть обращения через какой-то онлайн-чат, если он используется, но с онлайн-чатами беда в том, что их все устанавливают, и никто в них никому не отвечает. Потому что это же надо посадить сотрудника, который постоянно будет сидеть там и общаться с людьми, а такой ресурс на самом деле мало у кого есть. Плюс сейчас все больше и больше становятся популярны различные мессенджеры, и люди начинают привыкать, что они даже с каким-то бизнесом могут общаться в WhatsApp в каком-нибудь. Соответственно, если человек с сайта уходит в WhatsApp, то, по крайней мере, факт того, что он ушел в WhatsApp, надо как-то фиксировать, что это, по идее, это потенциальное обращение от потенциального клиента. Это тоже надо отслеживать. Что будет, если мы не внедрили аналитику, или, например, мы установили только какую-то одну систему аналитики, а не для каждой рекламной системы. То есть мы не будем, если вообще нормально ничего не настроить, то мы не будем понимать, какие именно рекламные компании, какие именно таргетинги приносят обращения, а какие не приносят. Дальше. Мы не сможем оптимизировать компании, повышать конверсию, снижать издержки, поскольку мы не понимаем, что происходит. И самое неприятное. Постепенно мы начнем выкупать плохой трафик, который больше никому не нужен, потому что рекламная система не понимает, какой трафик для нас хороший, если мы не внедрили аналитику. То есть если мы рекламируемся в Facebook Ads, и мы, не дай бог, не установили пиксель от Facebook, то рекламная система, мы не сможем оптимизировать рекламные компании под конверсии, мы начнем их оптимизировать под клики. И она просто начнет там отгружать кучу дешевых кликов, которые просто нахрен больше никому, кроме нас, не нужны. В Яндекс.Директе, в Google Ads то же самое. То есть я сегодня буду на самом деле часто приводить примеры не только из Яндекс.Директа и Google Ads, потому что мы в самом начале уже разобрались, что на самом деле то, что эта секция называется контекстная реклама, это атовизм. На самом деле мы сегодня по большей части говорим в принципе и про рекламный трафик. Ладно, едем дальше. Дальше проблемы, где часто возникают, где часто возникают проблемы, это офферы креатив. В чем проблема? Проблема в том, что даже в поисковой рекламе наши объявления будут видеть не только те, кто готов совершить покупку прямо сейчас. То есть даже если человек вводит поисковый запрос, доставка пиццы, это еще не стопроцентная гарантия того, что он прямо сейчас хочет пиццу заказать. Он может передумать или может выбрать суши или еще что-то. То есть даже вот такие вещи. То есть единственная, наверное, ситуация, где почти близка к ста процентам покупательская готовность, это такие запросы, как вызвать эвакуатор или вскрытие замков. Вот там, если человек сейчас это ищет, ему скорее всего это нужно прямо сейчас. Потому что он стоит перед закрытой дверью со сломанным ключом в руке и не знает, что делать. Но это скорее исключение из правил. Поэтому, ну собственно, в других видах рекламы за пределами поиска, то есть таких людей, кто готов совершить покупку прямо сейчас, их еще меньше будет. Но если они запомнят нашу рекламу, если вообще про нас что-то запомнят, то в будущем они охотнее сделают заказ именно у нас. Потому что так собственно это устроено. Зачем производитель майонеза столько денег тратит на эту идиотскую рекламу по телеку, в котором показывают счастливую семью, здоровых детей и вот это все. Зачем производителю майонеза это нужно? Да потому что, чтобы когда мы стояли в магазине перед полкой, где 15 видов майонеза или 50, мы выбрали именно тот майонез, который мы видели в рекламе. Мы так устроены. Если вы думаете, что на вас это не работает, нет, на всех это абсолютно одинаково работает. И реклама в интернете, в принципе, может решать ту же самую задачу. Если она будет запоминаться, если они будут нас запоминать в виде нашу рекламу, то вероятно с того, что они в будущем станут нашими клиентами сильно выше. И чем больше мы начинаем размещать рекламы, тем заметнее этот эффект становится. Например, там все наши рекламные компании по определению эффективнее, чем у наших конкурентов, потому что наш бренд гораздо известнее. То есть мы можем с меньшими усилиями добиваться результата, потому что мы в свое время потратили кучу денег, времени и сил на то, чтобы стать заметными и известными. Ну и что такое оффер, соответственно? Почему он так важен? Дело в том, что когда мы видим рекламу, нам не интересно, какие вы, как рекламодатели, молодцы. Нам как бы на вас наплевать. Да и в принципе люди так устроены, что нам друг на друга насрать. Нас волнуют только мы сами и наши собственные интересы. Соответственно, в рекламе человек должен четко понимать, что я получу, зачем это мне лично, почему мне выгоднее сделать заказ именно у вас. Человек волнует он, а не вы. Ну а креатив нужен для того, чтобы человек запомнил. А как вы там назывались? А чем вы там отличаетесь от других? А как мне про вас не забыть? Почему я должен про вас помнить? Почему я через пять минут должен про вас помнить? Чем вы такие, чем вы так отличаетесь от всех остальных? Если ничем, то я через пять минут про вас забуду. Ну и теперь, собственно, давайте посмотрим, как на самом деле выглядит типичная контекстная реклама. Это вот моя любимая. Жми, звони, запишись прямо сейчас. Я не так давно делал небольшое, участвовал в небольшом мероприятии для компаний, которые занимаются ремонтом квартир в Москве. Это очень конкурентный бизнес, но при этом реклама у них почему-то уже, ну не знаю, нехорошо говорить, что она ужасная. Короче, мне кажется, что рекламу для них можно было сделать гораздо лучше. Потому что вот почему я про них должен вспомнить через пять минут? Ну нет причины. Давайте посмотрим на поисковую рекламу и прям разберем. Прямо с зала можно кричать, что здесь не так. Смелее. Все одинаковые, ладно. Конкретнее в чем проблема. И почему это плохо? Это же призыв к действию, это call to action. Ну нет, проблема с call to action. Звони и пиши, потому что я, когда мне предлагают позвони и напиши, я задаю вопрос. Схрена ли? Ну то есть, а почему я должен тебе сейчас прям сейчас позвонить? Чтобы что? Что произойдет, если я тебе сейчас не позвоню? Да ничего не произойдет. Может я завтра позвоню? Да можешь и завтра позвонить. Может я через неделю позвоню? Да можешь и через неделю позвонить. Ну то есть, здесь нет никакого, это жми, звони и запишись, это не call to action, это дерьмо собачье. Собственно, что там еще не так? Недорого и по низкой цене это сколько? Ну то есть, там, что для вас недорого ремонт квартиры? Назовите какую-нибудь сумму. Кто недавно, кстати, делал ремонт квартиры? Есть такие? Вот, что для вас недорого? Да. А, для кого-то бесплатно это недорого. А вы? А, 300 тысяч это недорого. Я, если честно, думал, что 2 миллиона это недорого. Видите, насколько ценник разлетается? От бесплатно до 2 миллионов. Дальше. Если мне предлагают скидку на ровном месте, ни за что, просто, а у нас, кстати, скидка 10%. Ну, она не вызывает никакого доверия. Только сегодня? И что? А что вдруг только сегодня? А завтра я увижу эту же рекламу, на которой, опять же, будет написано только сегодня скидка 10%. Люди, к сожалению, не настолько тупые. То есть, у скидки, во-первых, скидка должна быть большой, во-вторых, у нее должно быть какое-то оправдание. То есть, откуда она вдруг взялась? Почему вдруг? То есть, я должен поверить в то, что это настоящая скидка, а не то, что вы сначала накрутили ценник, а потом от накрученной цены эту скидку сделали. Дальше. И вообще-то, цена это не самое главное. Вот вы недавно делали ремонт. Сейчас коллеги помогут. А что самое важное в ремонте? Качество, мастера, материалы. Соблюдение сроков. А также, ну, собственно, когда качество, например. На самом деле, когда мы начали раскручивать с ребятами, которые ремонтами занимают, а что такое качество? Оказалось, что качество, это, во-первых, ничего не сломается после ремонта, ничего не отвалится. А если и отвалится, например, когда я начал спрашивать, что такое гарантия, то выяснилось, что гарантия, это когда, если вдруг отвалится, люди в коротчайшие сроки приедут и за свой счет все и переделают, исправят. Вот что такое гарантия. Более того, такие вещи, оказалось, что должны быть еще и зафиксированы где-то в документах, потому что, если тебе на словах пообещали, да, братан, как бы, что сломается, приедем бесплатно, все починим, никто не приедет и ничего не починит бесплатно. То есть это все должно быть зафиксировано. Ну и, собственно, да, вот, собственно, вопрос, Том, а какие именно гарантии вы даете? Ну, то есть, например, пишут часто гарантия 3 года, гарантия 5 лет. Что это значит? На самом деле потенциальный клиент, потенциальный потребитель этой услуги, но он не понимает, а что мне обещают, что значит гарантия 3 года, что я получу. Это бушит, это бесполезные слова, которые не несут никакого смысла, такие же, как недорого или по низкой цене. Даже вроде бы, ну, всех же учат, что в оффере должны быть конкретные цифры, что не просто гарантия на качество, а гарантия 3 года. Что означает эта гарантия, непонятно. Ну и, собственно, да, вот, почему я должен звонить прямо сейчас. А может, я через неделю позвоню? Да, пожалуйста. А может, я вообще не буду звонить? Ну и не надо. Соответственно, как надо было. Вот примеры неплохих офферов, которые мы накреативили с ребятами, которые, собственно, занимаются ремонтами. Бесплатно рассчитаем точную стоимость вашего ремонта и зафиксируем ее в договоре. Вот это хороший оффер. Если мы не уложимся в срок, вы живете в отеле 5 звезд за наш счет. Вот это хороший оффер. Только в октябре бесплатная консультация по выбору квартиры с учетом стоимости ремонта. Это мы наштурмили, когда мы пытались понять, как нам попытаться отловить людей раньше. Вот никогда не уже хотят заказать ремонт. А что предшествует ремонту? Обычно ремонту предшествует покупка квартиры. То есть мы людям предлагаем, что мы их проконсультируем, выбрать такую квартиру, чтобы они потом не влетели на бабки, когда ремонт будут делать. То есть тут еще со словами, с формулировками надо поработать. Я смысл хотел вам донести. Ну и плюс это далеко не всем подходит. Ну хорошо, мы навели в рекламе красоту. А потом приходим на посадочные страницы. А там как бы совсем все не так. Почему так происходит? Да потому что почему-то иногда рекламой занимаются одни люди, а сайтом другие. Это бред. Сайт – это и посадочная страница – это продолжение коммуникации в рекламе. То есть там должны использоваться те же самые слова, тот же самый оффер. Если речь не о поисковой рекламе, а о какой-то в сетях, то креатив там должен повторяться. Цветовая гамма, визуальные образы – оно должно все там повторяться. На посадочной обязательно должен быть внятный call to action, понятный call to action. Не звони прямо сейчас, а вот у тебя, не знаю, у нас акция там до конца месяца, если ты успеешь заказать по акции, там получишь такую-то плюшку. Ну, это, кстати, был не самый сильный call to action, но сходу ничего умнее пока придумать не могу. Дальше. Нужно обязательно проверять работоспособность всех каналов обращения. Ты иногда бьешься над повышением конверсии в Яндекс.Директе, бьешься, бьешься, проверяешь все возможные срезы. Может, у тебя мобильный трафик сливает, а может, у тебя куча детей пришло, и ты смотришь аудиторию младше 18 лет. Ты все перепробовал. А оказалось, что форма заказа не отправляется на сайте. То есть это надо проверять. Дальше обязательно проверяйте скорость загрузки и корректность вообще отображения сайта на смартфоне. То есть, ну, на самом деле про мобайл фиост вот это все, как бы, говорят уже много лет. Но мне кажется, по-настоящему только в этом году это как бы, ну, по крайней мере, я себя только в этом году начал ловить, что я в 90% случаев первый заход на любой сайт чаще всего, особенно с коммерческим интентом, делаю со смартфона. То есть раньше можно было на это забивать, больше нельзя. Ну и, собственно, да, на всех посадочных страницах обязательно должна быть внедрена аналитика. Дальше. Переходим, собственно, ладно, с рекламой разобрались теперь по поводу работы с агентствами и фрилансерами, потому что там тоже, на самом деле, часто совершаются ошибки со стороны рекламодателей. Но здесь так получилось, что большая часть, наоборот, как раз из агентств и фрилансеров, поэтому мотайте на ус. А что важно понимать, агентство и фрилансер не разбираются в бизнесе рекламодателей, и это абсолютно нормально, потому что это, блин, не его бизнес. С какой стати он должен так же хорошо в нем разбираться, как сам бизнес. Дальше. Агентство и фрилансер, по крайней мере, на входе в проект не понимают ваших клиентов, они не знают, что это за люди, они не знают, как они думают, они не знают, какие они вопросы задают, что для них важно, что не важно. Ну и, собственно, агентство и фрилансер хочет заработать. Это нормально, это не благотворительность, это коммерческая деятельность, они хотят тоже заработать. Соответственно, агентство и фрилансер не сможет самостоятельно подобрать таргетинги. То есть, ну, ситуация, когда зашел рекламодатель, типа, мы торгуем кровлей, специалист собрал семантику и пошел запускать рекламу. Да он там не знает, чем одна черепица, а другой отличается. Откуда он вообще это должен знать? Вот что, должен как бы вообще эта черепица разобраться, что ли? Ну, нет. У него нет на это времени и желания. Ну, не все хотят разбираться в черепице. Соответственно, нужно специалисту помочь в этом разобраться. То есть, объяснить, что есть вот такая черепица, и мы ей торгуем, а есть еще вот такая черепица, и мы ей не торгуем, не надо это поэтому рекламироваться. Соответственно, агентство или фрилансер не сможет зарекламодательно, самостоятельно выделить преимущество и составить офферы, что он в этом бизнесе не разбирается, он этих клиентов не знает. Это должен сделать сам рекламодатель. Он должен объяснить, что наши клиенты в первую очередь спрашивают про сроки, потом они спрашивают про качество и гарантии этого качества, и только потом они спрашивают про цены вообще. Ну и логичная история, что агентство или фрилансер не станет тратить на вас больше времени, чем на вас, на рекламодателей зарабатывают. Ну потому что это было бы странно. То есть агентство считает, сколько обходится час сотрудника, смотрит, сколько платит клиент, сопоставляет это все между собой. Ну вот у меня, например, была своя веб-студия, и мне ее пришлось продать другому агентству. И когда я потом уже в этом агентстве работал как директор по развитию и смотрел вообще, а как агентством управляют те люди, которые у меня студию купили, я многое понял, почему у меня с веб-студией ничего не получилось. Потому что я хотел делать свою работу качественно. А в агентстве мы там говорили, ребята, вы, конечно, можете вылизывать там этот дизайн, например, до какого угодно вида, состояния, сколько угодно времени, но не в рабочее время. А рабочих часов у вас на этот проект 50. И вы за 50 часов должны выдать этот дизайн. Хотите его дальше улучшать, делайте это за свой счет, а не за мой. Поэтому у них как раз бизнес гораздо лучше шел, чем у меня. Дальше. Но агентство или фрилансер, естественно, разбирается в инструментах рекламных систем. Ну или иначе это дерьмовое агентство, дерьмовый фрилансер. Соответственно, агентство или фрилансер может помочь решить различные технические вопросы, как с сайтом, так и с аналитикой. Но опять же, если не может, не умеет, не разбирается, не знает людей, которые, если что, помогут это сделать, ну тоже очень странная история. И, собственно, агентство будет заинтересовано в развитии в каком-то, в улучшении показателей, в наращивании оборотов и так далее, если это ему, агентству, поможет зарабатывать больше. Ну и, значит, зачем заниматься какой-то работой, сложный, умственный труд? Зачем напрягаться, если я от этого больше денег зарабатывать не стану? Ну, это у меня было в первую очередь все для рекламодателей, но, к сожалению, у вас здесь мало. Но, надеюсь, по крайней мере, вы запомните, и другим всем рекламодателям в Воронеже тоже все расскажете. Да, и обещаете же мне? Спасибо. Ну и, собственно, в конце бонус небольшой. Не все знают, что у нас в Елами есть услуги, которые тоже можно заказывать. Например, если надо внедрить аналитику, можно просто к нам обратиться. Стоит это реально недорого, особенно по меркам тех, например, агентств, которые прям специализируются на аналитике. И также не все знают, что мы бесплатно создаем первые рекламные кампании для рекламодателей. Но, опять же, поскольку здесь самих рекламодателей немного, это, наверное, не всем интересно. Но вот про аналитику, там, аналитику, например, у нас иногда заказывают и агентства. Все. Про бесплатный обучающий вебинар вы, скорее всего, и так знаете, потому что многим из вас уже надоела моя реклама, реклама с моим лицом. Если что, кстати, я ее делаю, так что… Да, на этом все. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Друзья, смелее. Я всегда переживаю, когда нет вопросов. Давайте, не надо меня заставлять нервничать. Я, по-моему, не похож на человека, которого… Да, выручайте. Настройка аналитики недорого. Недорого – это сколько? 302 миллиона – сколько? По-моему, там от 15 тысяч рублей. Спасибо. Вот, стоит только кому-то одному вопрос задать и сразу. Добрый день. По поводу офферов, да, вот вы привели примеры, они достаточно длинные, да, то есть как бы в контекстной рекламе, например, Яндекс.Директ, он просто в заголовок явно не поместится. И не надо разместить его в тексте объявления. В основном первую очередь. В Google S 90 символов. Да. Сделайте релевантные заголовки, а оффер в текст. Просто помимо поисковой рекламы есть еще куча другой рекламы. А у меня вопрос по поводу систем сквозной аналитики. Какая лучшая и почему? Google Analytics, Google BigQuery. Нет, 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 я по поводу Google Analytics, Royce, Start. Не, 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 не. А где же звонки слушать тогда? Ну, а при чем тут сквозная аналитика? Для прослушки звонков нужна либо IP-телефония, либо динамический колл-трекинг. То есть, в принципе, можно Royce, Start отключать и как бы жить, радоваться жизнью. Я не знаю вообще, зачем он нужен. Здравствуйте, у меня вопрос по поводу предложения настроим бесплатно первой рекламной кампании. Кто начинающие делают, ребята у вас, и как потом держат клиента, дожимают? Естественно, это не та же самая работа, которую для вас делают в каком-нибудь агентстве, даже в нашем собственном агентстве. То есть, этой работой занимаются не специалисты по контекстной рекламе, например. Этой работой занимаются именно эти люди, которые заточены под потоковую работу, однотипную, быстро и с каким-то гарантированным уровнем качества. Дальше вы с этими рекламными кампаниями живете сами. То есть, мы ее для вас сделали, вам отдали, вы на нее смотрите. Если хотите что-то переделать, ради бога, хотите добавить, расширить, сократить. То есть, видения там нет, только настройка и передача? Да. При желании можно заказать и введение, там, по-моему, это… У меня, в общем-то, в голове крутятся цифры 30 тысяч рублей, но, по-моему, это рекламный бюджет. Короче говоря, есть варианты с введением. Тоже, если что. И еще можно сразу. Видела рекламу вашу по поводу… Что-то по Гуглу было. И был вопрос. Сертификаты. То есть, есть возможность получения сертификата от Гугла при первой настройке рекламы? 3 тысячи рублей. А, да, есть там у нас какая-то такая акция. Вы от этого ушли. У вас этого нет. Ну, и давно не было. Я узнала. Если честно, я не в курсе. Я не успеваю следить за теми со всеми акциями, спецпредложениями, которые у нас есть. У нас вот там буквально совсем недавно запустилась рекламная акция с дополнительным бонусом за рекламу в рекламности Яндекса. Если потратите через Еламу в РСЯ 10 тысяч рублей, мы вам 2 тысячи накинем. Например, есть такое. По Гуглу, да, у нас тоже всякие акции там есть, сертификаты были. Если что, всегда можно обратиться в службу заботы о пользователях Еламы. Они, если что, подскажут, какие акции прямо сейчас актуальны, какие неактуальны, что можно получить. Спасибо. Ну, это были приятные вопросы, конечно, про Еламу, но хотелось бы услышать больше вопросов по докладу. Вчера говорили по поводу контекстной рекламы. В другом зале спикер говорил о том, что у агентства можно попросить анализ, срез аналитический у директа, который не дается напрямую. Только у директа. Ну да, прошу прощения, у директа. А агентству они дают. Вот возможно ли это через Еламу сделать? А каким? Просто в службу поводу. Не через Еламу, как через сервис. Нет. Если вы, например, работаете через наше агентство внутреннее, тогда да. А, то есть через поддержку Еламу невозможно это получить? Я думаю, нет. Потому что доступ даже вот в этот раздел, где этот аналитический отчет можно заказать, он доступен только из-под логина, который относится к агентскому логину в Яндекс.Директе. Короче говоря, там не все так просто. Поэтому если вы работали через Еламу, как через агентство, мы бы вас ввели. Тогда вопросов нет, да, они такое могут заказать. Если что, ну можете попробовать написать заботу, но не факт. Короче, не обещаю. Спасибо. А он называется, да, аналитический отчет. Причем не аналитический отчет, а аналитический отчет. Там можно разные вещи попросить. Например, можно попросить сравнить вас и топ-5 рекламодателей вашей тематики. При этом тематику Яндекс плюс-минус автоматически определяет. Там много чего можно запросить. Мы там довольно много таких отчетов запрашивали для некоторых клиентов, когда, например, есть задача увеличения доли на рынке, и когда есть задача вообще по очень большому количеству поисковых запросов показываться, то там нам как раз важно было бы понять, по какому количеству поисковых запросов показываются конкуренты, по какому количеству поисковых запросов показываемся мы. И мы там много всяких отчетов запрашивали. Потом иногда важно понять, например, у нас там растет цена клика и растет цена за конверсию. Это мы плохо работаем, или в целом ситуация на рынке поменялась, и у всех цена за конверсию выросла. Ну, цена за конверсию, он не показывает цена за клик. То есть иногда же, например, если цена за клик растет, это же не всегда говорит, что мы что-то не так делаем. Просто могла конкурентная ситуация измениться, у всех могла цена за клик вырасти. При этом там иногда оказывается, что у тебя, например, цена за клик выросла на 10%, у всех твоих конкурентов на 30%. Так это еще молодец. Кстати, хороший вопрос, спасибо за него. Не все просто знают, да, что у Яндекса можно такие аналитические отчеты заказывать. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. На одном из утренних выступлений в шестом зале я услышала такую мысль про настройку рекламы, что агентство или фрилансер считают настроенную рекламу своей какой-то авторской работой и вполне могут отказать заказчику в ее полной передаче, потому что это их детище. И как вы относитесь к этому? Да, собственно, вы как в договоре пропишете, так и будет. Если не прописано, с точки зрения, по-моему, самой рекламной системы владельцем всех рекламных материалов является рекламодатель. То есть на кого зарегистрирован аккаунт, кто оплачивает рекламу, тот с точки зрения рекламной системы является владельцем. Но это может меняться от рекламной системы к рекламной системе. Короче говоря, это лучше прописать в договоре. Вот и все. И стараться понимать вообще на каких аккаунтах, где что крутится и кто в случае чего. То есть просто с Елама история какая. Когда в Еламе регистрируетесь, мы для вас создаем новые аккаунты. Но это не типа наши какие-то аккаунты. У вас есть туда прямой доступ. И вы можете в любой момент зайти в эти аккаунты, скопировать все рекламные кампании, перенести на другой рекламный аккаунт. Мы этому никак не препятствуем. То есть даже если вдруг мы эти рекламные кампании для вас создавали, это все равно ваша собственность. Просто иногда рекламодатель даже вообще не совсем технически разбирается, как все это устроено. То есть где-то там какая-то реклама крутится, а где, как, что, какие аккаунты, доступы, знать не знаю, разбираться не хочу. А надо знать и надо хотеть разбираться. Это тоже, кстати, хороший вопрос. Спасибо. Радуйте меня сегодня. Ну что у нас по таймингу? Наверное, все? Ну еще один вопрос. Давайте еще пару вопросов. Почему отличается цена клика в Яндекс.Директе и Гугл С? Потому что это разные рекламные системы с разным набором рекламодателей. Почему они должны быть одни и те же? У меня вопрос по докладу. Спасибо. Если, допустим, я не могу в тексте объявлений написать какую-то конкретику, то есть я не могу сказать, ну, то есть низкие цены, бессмысленная, да, фраза, а если я напишу, ну, то есть если я эмоционально как-то окрашу, я напишу сногсшибательные цены, как ты к этому относишься? Зависит от аудитории. Если мы понимаем, что аудитория-то зайдет, почему нет? Мне кажется, просто это тоже выход. Ну, то есть если я какие-то слова… Нет, на самом деле даже такая полная чушь типа безумные скидки иногда показывает просто сумасшедший CTR. Спасибо. Ну, казалось бы, ни один вменяемый человек не должен кликнуть на объявление, в котором написаны безумные скидки. Но кликают. Более того, вы кликаете. Я по такому кликаю. Ну, потому что я тоже живой человек, к сожалению. Ну что, наверное, давайте тогда большое спасибо за ваши вопросы. Надеюсь, было интересно. И передаю слово следующему спикеру. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И. Продолжение следует...